Чтобы подготовить к отопительному сезону все 23 котельные Ленинского района, 50 центральных тепловых пунктов и около 300 километров теплотрассы, работу необходимо было начать еще весной. Так и поступили сотрудники Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. Сейчас идет гидроиспытание внутриквартальных трасс. Во время гидроиспытания выявляются у нас и прорывы трубопроводов, и какие-то там вещи, которые мы по ходу своими силами устраняем. Сегодня в городе можно встретить разрытые участки земли, где производится замена труб. Некоторым жителям такие места доставляют неудобства. Работы нередко приводят к перебоям в поступлении воды, но эта мера вынужденная, и люди к этому относятся с пониманием. Если надо делать, то надо делать. Нет, нет, мы это делаем без правил. Главное, чтобы потом все сделали ровненько и красиво. Сланировка будет так, как необходимо. А то закапывают и землю оставляют. И мы сами делаем. Вот я сам все обустроил у себя, вот на первом этаже живу. У нас нету, мы это закопаем, выровняем, запланируем, это спланируем землей. Привезем чернозем и посеем травку. Вы так же все сделаете, как была. Хороший пример, где после завершения работ разрытый участок полностью восстановили, находится на улице Советской. Здесь у дома номер 2Б замена труб продолжалась около двух недель. Очень быстро все сделали. Восстановили полностью газон, асфальт. У нас нет никаких проблем и никаких претензий. На 1 июля работы были выполнены на 45%. Эта цифра соответствует графику, поэтому сотрудники Видновского ПТО ГХ уверены, замена труб будет завершена в срок. Несмотря на то, что параллельно они работают над еще одним этапом подготовки к отопительному сезону. С началом планового отключения холодной воды стартовала проверка магистральных тепловых сетей и оборудования на самой тепловой станции.